Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. «Меркурий-2» Анапа продолжает подготовку к курортному сезону. В воскресенье глава Сергей Сергеев проверил, как готовится к лету город и везные трассы. В ходе объезда он подчеркнул, до начала курортного сезона остаются считанные дни. И для того, чтобы у гостей сложилось впечатление об Анапе как о городе праздники, сотрудникам администрации придется работать много и упорно, отказавшись от выходных и праздников для себя. Мэр указал подчиненным на мелкие недостатки даже у зданий администрации. Именно из таких мелочей складывается общее впечатление о городе, жителях и о культуре в целом. Учитывая, что первое впечатление о городе гости получают на въезде в него, глава предложил своим заместителям побывать на заправочной станции «Лукойл» на Анапском шоссе. Серьезные замечания по ЭТЗС были сделаны две недели назад во время очередного объезда, но ничего здесь не изменилось. Грязь и антисанитарные условия. Не устранены нарушения требования пожарной безопасности. Сергей Сергеев потребовал наложить на собственников заправочной станции серьезные штрафные санкции. Если этого будет мало для понимания, предприятие закрыть. В районе хутора Тарусина в кафе «Золотая монета» главу также возмутила ужасающая антисанитария в помещении пекарни, работница которой оказалась иностранной гражданкой без паспорта, санитарной книжки и соответствующей форменной одежды. На стенах и потолке ласточкины гнезда, вековая пыль на бутылках с нелицензированным алкоголем. Продолжая тему культуры обслуживания, глава предложил обратить внимание на организацию торговли у ресторана «Ковчег». Со стороны это похоже на стихийный базар, а не на цивилизованную работу торговых точек. Обратил Сергей Сергеев внимание подчиненных и на отсутствие социальной рекламы на въездных трассах, а в городе на стройке, заросшей травой. Мэр курорта ясно дал понять, такой подход благоустройства Анапы он терпеть не будет и потребовал наказать виновных. Выводы по воскресному объезду Анапы глава курорта сделал тот же день. Вечером собрав совещание с главами сельских округов, руководителями федеральных ведомств и начальниками управления администрации, чтобы буквально для каждого определить фронт работы на ближайшее время. Разговор получился более чем предметным. Задачи подчиненным поставили заместители главы, каждый по курируемому им направлению. Контрольный мониторинг строек станет ежедневным, а требования городских властей навести на них порядок безоговорочными. Объекты санаторно-курортного комплекса также подвергнутся тщательной ревизии. Отдельного внимания требуют ситуации с классификацией гостиницы и отелей Анапы. Тех, кто самовольно присвоил себе звезды, будут лишать фальшивого статуса. Критика главы также была направлена и на наружную рекламу в городе. Немало недоработок есть и в сфере торговли. Внешний вид павильонов и магазинов на въездных трассах не соответствует званию федерального курорта. Места сезонной торговли овощами и фруктами также должны быть цивилизованно обустроены по всем соответствующим правилам. Еще один серьезный пласт работы – благоустройство города и района. Для коммунальщиков, озеленителей, рабочих наступает самая горячая пора. Необходимо довести до блеска внешний вид курорта. Минувшую субботу в селе Джигинка прошел День здоровья, посвященный Международному дню семьи. Врачи наиболее востребованных специальностей провели консультативный прием и обследовали сельских пациентов. Осмотры прошли 184 жителей села. В рамках губернаторской стратегии «Будьте здоровы» дни здоровья проходят во всех сельских округах. Возобновлены эти важные социальные акции по распоряжению главы курорта Сергея Сергеева. На этой рабочей неделе в Краснодаре прошло краевое совещание по вопросам развития региона. Глава Кубани Александр Ткачев потребовал от руководителя муниципальных образований и представителей курортного бизнеса мобилизовать все возможные ресурсы. В нынешнем сезоне, в условиях конкуренции с Крымом за туристов, курортам Кубани придется побороться. И Анапа не исключение. По итогам прошлого года краевые власти отметили высокий уровень организации и отличные результаты работы анапчан в сфере обеспечения безопасности, в вопросе миграционных процессов и в пресечении незаконной торговли поддельным алкоголем. В среду в Анапе на 11 самострой стало меньше. Ночной клуб «Пират» в уютном местечке в устье речки Анапка физически прекратил свое существование. Юридически это случилось несколькими месяцами ранее. Собственник не воспользовался правом самостоятельно и аккуратно демонтировать объект, поэтому специалисты администрации и судебные приставы прибегли к помощи тяжелой техники. Та же участь ожидает все самовольно возведенные строения на муниципальной земле. Ежегодно накануне летнего сезона водолазы службы спасения обследуют акваторию пляжей Анапы. Пять водолазов в течение нескольких часов очищали морское дно Малой бухты от промышленного и бытового мусора. Силами службы спасения уже проверено более 30 пляжей. В середине июня большая часть этой работы будет завершена. В течение всего курортного сезона водолазы-спасатели будут выезжать на дополнительное обследование морского дна по заявкам руководителей здравниц. На этой неделе во всех городах России состоялся фестиваль «Ночь музеев». В Анапе эта познавательная ночь прошла в музее Горгипия. Год культуры в «Ночь музеев» для гостей провели большую экскурсию по раскопкам, а на сцене амфитеатра под открытым небом древней Горгипия анапчанам и гостям курорта был представлен спектакль. На этой неделе молодежь Анапы продолжила работу в рамках всероссийского проекта «Наша общая победа». Живых свидетелей Великой Отечественной войны с каждым годом остается все меньше. Чтобы увековечить заслуги и подвиги советского народа, в России уже четвертый год реализуется этот социально значимый проект. Цель проекта – сохранить воспоминания участников и свидетелей Великой Отечественной войны. Ветераны и труженики тыла рассказывают о тяжелых военных годах, о зверствах фашистов и о том, как важно сохранять мир. Со временем встречи в школах и вузах с ветеранами проводить все сложнее возраст, поэтому волонтеры приходят к ним домой и записывают беседы с ветеранами на видеокамеру. Созданный волонтерами и участниками проекта «Сотни городов России» видеорхив позволит сохранить для истории живые воспоминания представителей уходящего от нас поколения. Их эмоции, чувства, боль, страх, горечь утраты, ни с чем не сравнимые радость, а долгожданные победы и гордость за нашу страну. Анапских ветеранов на сайте проекта уже более 30 среди лидеров – москвичи. Там волонтеры уже увековечивали воспоминания порядка 500 ветеранов. Всех желающих помочь и поддержать национальный проект памяти ждут координаторы в Центре патриотического воспитания «Ратмир». Смотрите сегодня в итоговом выпуске программы. Власти Анапы приводят в соответствие придорожную торговлю сервис. Представители ТОСов на этой неделе познакомились со специалистами службы муниципального контроля, а знакомства начали совместные работы. Правила торговли и организация общественного питания напомнили предпринимателям перед летним сезоном в администрации города. 24 мая – день славянской письменности. В детском саду номер 18 «Виктория» к этой дате провели тематический утренник. Анапчане достойно представили город на соревнованиях и после короткого отпуска отправятся за новыми наградами в Австрию и Испанию. И сейчас обо всем подробнее. В Анапе проходят ежедневные проверки в сфере придорожной торговли и сервиса. После воскресного объезда города глава курорта распорядился навести здесь идеальный порядок до 1 июня. Специалисты управления торговлей и налоговой инспекцией проводят ежедневные рейды. На очередной проверке побывал Вадим Родин. Глава курорта Сергей Сергеев потребовала провести серию рейдов по объектам придорожной торговли. Ежедневно специалисты управления торговлей и налоговой инспекцией выходят в профилактические рейды. Цель – донести до предпринимателей, что работать необходимо в рамках закона и существующих правил. В пятницу контрольная группа проверила придорожные магазины Анапского сельского округа. Причем внимание специалистов было обращено не только на внешний вид торговых точек и благоустройство прилегающих территорий. Комиссия также проверила наличие разрешительных документов. Хозяин этого магазина, торгующего всевозможными сувенирами, уже 7 лет в этом бизнесе, без единого документа. А значит и налогов в бюджет города от него не видел все 7 лет. Данные, которые указаны в вывеске о принадлежности, не соответствуют. Он уже как 7 лет снял с учета как налогоплательщик. Естественно, прилегающая территория находится в антисанитарном состоянии. Также внутри помещения навеса находится в антисанитарном состоянии. Поэтому будут направлены письма по выяснению по земельному участку на муниципальный контроль, о занимании площади на основании чего. И также на сельский округ, так как находится на Анапском сельском округе на территории. Об оформлении уголка потребителя и говорить не приходится. От продавца тоже добиться ничего не удалось. Не знает ни цен, ни где документы на товар и даже где прописан ее супруг, хозяин магазина. Сотрудник налоговой инспекции выписал уведомление. А материалы по факту нарушения закона будут направлены в суд, который решит, какую сумму штрафа наложить на горе предпринимателя. Соседние хлебопекарни и кафе накануне были закрыты из-за отсутствия соответствующих документов. И такое вопиющее безобразие не только в придорожном сервисе. Салон связи в центре станицы Анапская тоже не выдержал проверку. Ксерокопий документов в уголке потребителя нет. Просто нет самих документов. Руководителя и этого магазина ждут штрафные санкции. Профилактические рейды будут проходить ежедневно и ускользнуть от проверки не удастся ни одному нарушителю. Власти Анапы намерены навести идеальный порядок в сфере придорожной торговли и сервиса на курорте до 1 июня. Власти Анапы продолжают борьбу с нарушителями правил застройки и принимают новые меры для борьбы с самостроями. Подключая к этому процессу активистов и представителей территориальных органов самоуправления. В администрации состоялось совещание, на котором представители ТОС познакомили с сотрудниками службы муниципального контроля для последующей совместной работы. Задачи на совещание поставила первая вице-мэра Анапы Светлана Ировая. Борьба с нелегальным строительством продолжается. В среду 21 мая под снос пошло кафе и ночной клуб «Пират» на берегу речки Анапки. Служба муниципального контроля проводит рейды ежедневно. Нарушители сначала предупреждают и рекомендуют исполнить законные требования. Если слов застройщики не понимают, к ним применяют жесткие санкции. Для еще более продуктивной работы с недобросовестными застройщиками созданы новые оперативные группы. На сегодняшний день у нас по планам 7 оперативных групп. Сейчас создано. Немножко меньше, потому что идет подбор штата. Люди должны быть с определенной квалификацией, с умением общения с людьми. Пять групп уже работают. За каждым ведущим специалистом закреплены территории и улицы города. Куратор от центра Анапы до улицы Самбурово Игорь Воронкин. Зона ответственности второй группы от улицы Самбурово до окраин города, штат которой набирается. Пионерский проспект, ДжМТ, Приморский сельский округ курирует Сергей Ельчининов. Микрорайон Алексеевский, Анапский сельский округ закреплены за специалистом Игорем Евсеевым. Куратор Витязевского сельского округа Сергей Никазаков. В Субсесском сельском округе контроль ведет специалист Борис Полянский. Работа оперативной группы результативна. За 7 дней выявили более 70 нарушений. Служба прошлась, все это выявили и, в общем-то, с людьми беседовали. В результате в течение двух дней большая часть все сами исправили, занесли, аккуратно сложили. Основное направление в работе групп – профилактика нарушений, разъяснения и беседы с гражданами. И большую помощь в организации такой работы способны оказать активные жители города-курорта, представители квартальных домовых комитетов и территориальных органов самоуправления. Ну, не было такого порядка, не призывали, наверное, настойчиво соблюдать этот порядок. Но сегодня мы все вместе с вами сделаем, надеюсь, город чище. Координаторы ТОСов рассказали о благоустройстве их территорий в подробностях, касаясь не только строительства, но и сфер ЖКХ и транспорта. Представители ТОСов познакомились со специалистами службы муниципального контроля. Записали номера телефонов. Совместная работа двух служб должна принести хорошие результаты. К другим темам правила торговли, нормы СанПина и требования закона к представителям сферы услуг, торговли и общественного питания напомнили предпринимателям администрации города. Задача руководителей предприятий – донести до своих подчиненных все правила и придерживаться их не только во время курортного сезона. На совещание по организации общественного питания накануне открытия сезона были приглашены руководители предприятий, работающих в центре города и на набережной. Они – лицо и кухня города. И по ним, в том числе, будут судить об уровне сервиса на курорте Анапа. Руководителям напомнили основные санитарные нормы и правила, озвучили суммы штрафов за их несоблюдение. Кроме этого, предостерегли от принятия на работу незаконно прибывших мигрантов и обратили внимание на то, что запрет на громкую музыку действует и в этом году. И рейды по замерам уровня звука будут регулярными. Обеспечить это все на своих объектах – это мы в настоящий момент практически отодвигаем на второй план санитарные правила и работаем в соответствии с поручением правительства и указанием президента, так как мы федеральная служба, значит, по контролю за выполнением технических регламентов, которые введены уже в достаточно длительный срок и действуют. Вы, все эти технические регламенты Таможенного союза, их у нас практически 22 по разным там видам, но у вас будет касаться где-то около 9 основных. И что самое главное, на что обращают внимание как глава, так и губернатор? Губернатор настаивает на том, чтобы в каждом объекте общественного питания было меню кубанское продукты, кубанское меню и наша кубанская винная карта. Кубанское должно стать отличительным знаком качества. И распространяться это правило должно и на качество продуктов, и на качество услуг в городе-курорте Анапа. Продолжаем выпуск. Пока еще не предприниматели и бизнесмены, но скоро ими станут. Студенты Анапского колледжа сферы услуг обсудили важные темы и перспективы развития сферы торговли за круглым столом. Анастасия Никитина продолжит тему. Практика производственная или преддипломная пограничная ступень между студенчеством и реальной работой. Все, чему научились молодые специалисты в колледже, отрабатывают на кухне. Правила запросов, оформления организации и практики обсудили за круглым столом. Всей практикой у нас занимается заместитель директора по практическому обучению к другу. Семкин Горькина Юлия Сергеевна, вы уже познакомились. Ее задача заключить договора. В курортной Анапе многие предприятия общепита работают с 6 часов утра до 3 часов ночи. Практикантам добираться неудобно, возникают сложности с транспортом у наогородних. Но эту проблему при устройстве на практику учитывают. Что нам приходится делать? С какой проблемой мы сталкиваемся? Люди, дети у нас живут. Анапа, Анапский район. Транспортное сообщение, мы маленький город. Оно до определенного времени. Значит, после 8 они у нас не уедут. Значит, мы должны учесть этот фактор. И не всегда они могут у нас приехать к 6. Мы используем что? У нас есть работодатели с вактой. Вакта в Гастагай, там в Варениковскую, я там, ну, у нас и в Варениковка учится, в Джигинка, Юровка в отдаленные районы, в ту же Анапскую, в ту же Субсек, где в 5 утра их могут забрать. Сформированные группы студентов распределяют по базам. Причем работа организована так, что один мастер может работать с несколькими группами. Пока руководители совещались обменивали стеретическим опытом, студенты применили знания на практике. 6 часов на приготовление горячих блюд из птиц. И вот результат. Сегодня я приготовил меню из куриного фири и овощной розетта. Это французская. Участники конференции прошли на экскурсию по учебному заведению. Посетили производственный цех, посмотрели презентации. Они познакомятся с теми возможностями, какими обладает ресурсный центр в материальном обеспечении, какими технологиями инновационными обладают мастера производственного обучения. Работодатели познакомятся со спецификой, так будем говорить, тех выпускников, которые выйдут на рынок труда уже этим летом. Мы можем познакомить здесь с предприятиями санаторно-курортного комплекса всех представителей, обменяться контактными телефонами и пополнять кадры нашего муниципального образования. Такие мероприятия эффективны для студентов и для работодателей. 40 представителей учебных заведений Кубани прошли мастер-классы у анапчан по организации производственной практики. 24 мая в России отмечают День славянской письменности и культуры. В этот день принято вспоминать великий вклад в развитие нашей культуры святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, создателей славянской азбуки. В детском саду номер 18 «Виктория» накануне памятной даты организовали тематический праздник. Воспитанники детского сада узнали историю и интересные факты из жизни основоположников русской письменности – Кирилла и Мефодия. Православные монахи создали славянскую азбуку в греческом монастыре. Детям рассказали о древнерусском алфавите, получившем название «Кириллица» по имени одного из братьев Константина, который, приняв монашество, стал Кириллом. А помогал ему старший брат Мефодий. Историю создания письменности ребятам показали в театральных сценках. «Отправился я в Киево-Печерскую лавру письменности учиться. Сделали меня переписчиком. И называюсь я теперь библиофил. Это значит любитель книг». Несколько детей продемонстрировали одногруппникам свои знания о буквах Кириллицы. Азбуки, веди, глаголь, добро, люди, мыслить. В каждой маленькой букве заложен смысл. Например, Артем Пузиков рассказал ребятам о буквы РЦИ. «Недаром я с собой горжусь. Я началась с лавой Русь. И потом предложил им поиграть в руссконародную игру». «Молодец. А какие еще буквы, кроме своей, узнал на праздник?» «Мыслить. Люди. Добро». «Я узнала, что аз – это начало слова, что это азбука. Б – буки, арины, что узнала, что это почти азбука. Только еще ка нету. У нас в алфавите нету. Еще там глаголь у нас марк. У нас глаголь – это означает говорить». На праздники славянской письменности поучились дошкольники, освежили знания и воспоминания взрослые. Тематический утренник получился веселым, ярким, интересным и познавательным. Воспитанники детского садика водили хоровод и пели песни на русском языке, доставшимся от Кирилла и Мефодия. Две бронзовые медали привезли анавчане с последних соревнований подзюдо. Соревнования на Кубок Европы подзюдо среди мужчин и женщин прошли в этот раз в Оренбурге. В турнире участвовало порядка 300 спортсменов из 23 стран мира. Анапу представили два воспитанника четвертой спортивной школы. Мастер спорта по самбо-дзюдо Савва Каракизиди и Зарина Бабиньян – мастер спорта подзюдо. Савва Каракизиди занимается спортом 6 лет. К 21 году стал призером множества соревнований. На Кубке Европы в Оренбурге провел 5 поединков с представителями из Беларуси, Чеченской Республики и Республики Адыгея. Не было таких схваток, чтобы я без труда мог пройти. Все до конца, где-то более быстро получилось сделать какой-то прием, а где-то приходилось до конца все время бороться. Мастеру спорта по дзюдо Зарине Бабиньян достали сильнейшие соперники из Республики Беларусь и России. В их числе победитель первенства России. По итогам проведенных боев анапчане завоевали две бронзовые медали. Но, как считают сами ребята, могли выступить и лучше. Я готовился к этому, я настраивался, я мог бы отбороться гораздо лучше. Просто за выход в финал схватка немножко вышла из-под контроля. То есть проиграл за выход в финал и за третье место потом выиграл схватку. И в итоге бронзовая медаль. Своим результатом не совсем довольна. Могла лучше. Думаю, что на следующий год все получится. Зарине и Сави предстоит выступить в следующих чемпионатах Кубка Европы. И заработав максимальное количество призовых баллов, представить Анапу и Анапскую школу дзюдо на соревнованиях более высокого уровня. Победы и призовые места ребят, как всегда, в профессиональном спорте большая заслуга тренеров. Андрея Лопатина и Сергея Галаяна. Я думаю, что в дальнейшем у них еще продолжение карьеры в большом спорте, я надеюсь, будет довольно успешной. У них в этом году очень много этапов Кубка Европы, которые будут проходить и подтверждать в том, что они представляют нашу страну, будут на всех международных стартах мирового уровня, на перенести Европы, в чемпионатах мира. Своим трудом и результатами спортсмены продолжают доказывать свое право на звание лучших. И прославлять свой город и край. Как любой спортсмен, хочу попасть на Олимпиаду. Это заветная мечта. То есть, все возможно, нет ничего нереального. Все в перспективе. Стараемся, тренируемся. В конце мая Савва Каракизиди примет участие в Кубке Европы под дзюдо среди мужчин в Испании. Азарина Бабиньян выступит на Кубке Европы под дзюдо среди молодежи в Австрии. И это все новости на сегодня. Напоминаем, в субботу, 24 мая, Маранапа Сергей Сергеев проведет личный прием граждан в Доме культуры села Юровка. Начало приема в 12 часов. Записаться на прием в главе курорта можно в администрации Первомайского сельского округа по телефону 95247 или в отделе по работе с обращениями граждан администрации города-курорта по телефону 31561. И в эту же субботу очередной выездной День здоровья пройдет в Первомайском сельском округе. Жители сельских населенных пунктов этого округа приглашают пройти бесплатное обследование, диагностику и получить консультацию врачей. Для прохождения обследования с собой необходимо взять паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Информация для болельщиков и фанатов футбола. 24 мая в 18 часов городской футбольный клуб «Анапа» проведет домашнюю встречу с командой Стимашевска «Прогресс». На сегодняшний день футбольный клуб «Анапа» находится на третьем месте в турнирной таблице. Его будущий соперник «Прогресс» на 10-й позиции. Анапчан приглашают на стадион «Спартак» поддержать нашу команду и посмотреть на игру. На сегодня это вся информация. Далее прогноз погоды на выходные. Партнер выхода прогноза погоды – аптека «Апрель». Теперь аптека работает и на улице Заводской, 28. Этой весной приходите в апрель. Аптечная сеть «Апрель» отмечает день рождения. Весь месяц скидки, подарки и призы. Только у нас и только в мае. Купи одну упаковку Reduxin Light и получи вторую в подарок. «Апрель» всегда рядом. Телефон единой справочной службы 8 800 290 01. К субботу 24 мая в Анапе будет малооблачно, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха днем 19-21, ночью до плюс 17 градусов по Цельсию. Ветер переменный 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме 756 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы 17 градусов тепла. В воскресенье 25 мая в Анапе будет пасмурно, местами пройдет дождь с грозой. Температура воздуха в дневные часы 18-20, ночью около 17 градусов по Цельсию. Ветер южный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 756 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте 18 градусов выше нуля. Далее блок полезной информации от партнера программы «Итоги недели» производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи и приятных вам выходных. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333. Продолжение следует...